Добрый день, меня зовут Виктор Шефер. Вы все в курсе, что наше правительство в долгах, как в шелках, тратят деньги направо и налево. Но как-то эти деньги же надо вернуть. И вот наша налоговая CRA получила гениальную идею. Они решили сделать так называемый Bear Trust Reporting Rule. Теперь мы обязаны дополнительно давать им информацию, может быть между нами, между нами и детьми, между мужем и женой. Есть какие-то договоренности, где можно как-то где-то все-таки вытянуть дополнительные налоги. Вы думаете, что это вас не заденет? Я вам советую посмотреть это видео до конца. Это заденет примерно 85-90 процентов населения. Поэтому давайте без всякой задержки посмотрим, что это такое и кого это заденет, а кого нет. Я вам очень советую, конечно, поговорить с профессионалом, с вашим бухгалтером, насколько эта ситуация заденет вас или нет. Потому что вы понимаете, во всех законах есть исключение. Одного это задевает, другого нет. В этим видео я просто хочу вам указать на то, что ситуация непростая и может быть вы даже не в курсе, что у вас есть какие-то отношения, которые в глазах CRA между вами так называемый Bear Trust и вы должны заполнять дополнительную форму. Хочу привести пару примеров. Пример. Вы, родители, с детьми находитесь все вместе на тайтл, на домовой книге этого дома. По какой-то причине. Может быть, там причина связана с будущим. Ваши дети переймут этот дом. Ну, нету разницы по какой причине. Но вы находитесь с детьми на тайтл этого дома. Вот уже между вами находится это так называемый Bear Trust. В этой ситуации вы обязаны заполнить дополнительную форму. Это не значит, что вы должны будете платить какие-то налоги, но вы обязаны заполнить эту форму. И CRA уже будет смотреть на общую картину и решать. Ну, судя по этой картине, можно с этого человека что-то взять или нет. Другой пример. Это если вы имеете, может быть, joint account. У вас может быть joint account с детьми. Может быть, у вас RESP есть, и вы на этом аккаунте ваши дети и вы. Или какие-то investment account. В общем, если у вас есть общие счета с вашими детьми, то опять же, в этой ситуации CRA, можно сказать, это Bear Trust. В этой ситуации вы обязаны заполнить дополнительную форму. Другой пример. Муж и жена. Один находится на тайтлу в домовой книге, другой нет. Причины могут быть разные. Когда мы делаем ипотеки, мы это делаем очень часто. Если, скажем, один человек в плохом финансовом состоянии, плохая кредитная история и так далее, а другой человек в семье, там все хорошо, то мы в этой ситуации одного человека, у которого плохая кредитная история, просто ставим в сторону, иначе не дадут ипотеку. В этой ситуации они оба живут в доме, но на ипотеке находится только один, у которого хорошая ситуация, раз только один находится в ипотеке, то, конечно же, этот же человек находится только на домовой книге, на тайтл. Поэтому в этой ситуации CRA, опять же, между вами видит, что у вас, вы как бы находитесь в ситуации Bear Trust, и вы обязаны заполнить дополнительную форму. И CRA уже будет решать, насколько это легально или нелегально, может с вас все это взять или нельзя. Поэтому очень важно, чтобы вы проверили, даже, может быть, прошлись. Я, например, все это уже сделал, прошелся по всем своим бумагам. Даже если у вас нет Family Trust какого-нибудь, потому что многие имеют такое, как Family Trust. У вас, может быть, есть ситуация Trust между вами и детьми или близкими родственниками, и вы об этом не в курсе, только потому что вы, может быть, даже co-sign-ли за кого-то. Поэтому я советую вам это проверить, и там уже будет ясно, насколько вам нужно эту форму заполнять или нет. Одна картина, с которой мы сталкиваемся очень часто, это когда дети не могут купить дом без помощи родителей. В этой ситуации, родители помогают детям и идут как co-signer или идут тоже в домовую книгу на title. И что мы делаем в таких ситуациях? Мы обычно делаем родителей там, я не знаю, 2% только они получают как бы от этого дома, а дети получают 98%. Почему мы это делаем? Потому что в будущем, если дети когда-нибудь смогут сами уже квалифицироваться на ипотеку, хотя, если я посмотрю, что сейчас происходит в мире и все эти изменения, не знаю, будут ли они когда-нибудь вообще в состоянии покупать дом сами. Но, если это когда-то будет возможно, то тогда этот дом они ему перенимают, и так как им принадлежит 98%, они экономят на налогах. Это мы делаем чисто по причине экономии налогов при тот момент, когда этот дом будет переходить с имя, скажем, родителей на детей. В этой ситуации тоже, как бы, открыто серый говорит, что это bear trust, вы должны заполнять эту дополнительную форму. Очень важно ее заполнять вовремя. Почему? Потому что вы должны были по закону заполнить ее не позже, чем 2 апреля 24 года. Штрафы, если вы не заполните, даже если вам не надо никакие налоги было платить, но только потому, что вы не заполнили эту форму и не отправили ее вовремя, до 2 апреля 2024 года. Штраф 25 долларов в день за каждое опоздание после 2 апреля. Минимум штраф 100 долларов, максимум 2 с половиной тысяч долларов. Если вы эту форму не будете заполнять каждый год, то у вас этот штраф может задеть каждый год. Поэтому, я считаю, очень важно знать о том, что это есть, проверить, насколько вы, насколько вас это касается или нет, чтобы, если даже вам не придется никакие налоги платить, что, скорее всего, не придется, но, чтобы вам не пришлось заплатить штрафы. Хватит плохих новостей, есть и одна хорошая новость. Дело в том, что это изменение застало столько многих врасплох и столько много людей понятия не имели, что они вообще имеют какой-то там bear trust в их ситуации, что наша налоговая CRA решила на этот год все-таки это отменить. У вас есть год времени теперь подготовиться, проверить, убедиться, что это вас не касается, но вам не придется платить штрафы, так как вы не успели до 2 апреля 2024 года заполнить эту форму. Но обязательно проверьте это с вашим бухгалтером и убедитесь, что у вас нет никаких там трастовых отношений с кем-нибудь и что, если в следующем году будет опять определенная дата, до которой вам надо заполнить эту форму, вы были уже в курсе и были подготовлены. На сегодняшний день это все. Буду и в будущем держать вас в курсе, если будут какие-нибудь изменения. Желаю вам всего самого хорошего, хорошего настроения, здоровья, благословения. До следующего раза в виртуальном мире. С вами был Виктор Шефер. Спасибо за просмотр этого видео. Надеемся, оно оказалось вам полезным. Будем рады, если поделитесь им со своими друзьями и знакомыми. Подписывайтесь на нас. Facebook VS Financial Group и в YouTube VS Solutions. Если вы заинтересованы в оформлении ипотеки или вам нужна страховка, заполните анкету на нашем сайте vssolutions.ca. Свяжитесь с нами по телефону 1-877-282-0904, либо напишите нам в safe-at-vssolutions.ca. Наслаждайтесь жизнью уже сегодня, а мы создадим вам успешное завтра.